друзья приветствую опять формат говорящей головы значит сегодня рассмотрим масло part number 710 Envira 530 c3 с допуском volkswagen 504 507 один достаточно известный блогер сергей николаев энергетик наверняка многие из вас его знают он делает обзор автомобилей взял за маслом отдал своему товарищу залили о нем вернем volkswagen caddy двухлитровый турбодизель вот и вот откатали отдали в одну лобову потом в другую вот и давайте посмотрим сейчас интересно будет сравнить значит сравним с результатами по неправильному госту по правильному госту короче такое вот значит откатали масло значит первый раз в одну такую не очень известную лобово отдали она там немножко на протачивая на мой взгляд прогноз какой-то получился совсем нереальный поэтому значит следующий отбор сделали я порекомендовал сергею отдать урц т.д. екатеринбургскую на мой наиболее такая правдоподобная лаборатория вот ну по крайней мере набили руку на анализах и делают достаточно такие четкие значит а свежий значит будет от мисс гсм это годовалый анализ 12 мая но чуть чуть больше чуть меньше года значит 11 месяцев назад делали этот анализ вот значит давайте начнем снится посмотрим какие-то моменты с акцентируем так по элементке понятно значит кальций 1400 обращать на себя внимание разница между цинком и фосфором пользу цинка цинка на 300 миллиграмм на килограмм больше ну как бы такое я честно говоря не припомню такого но цинка больше поэтому противоизносный компонент такой вот вот здесь больше бора 510 в свежем есть кремний 77 единиц вот это видимо антипенная присадка по степени окисления видно тридцатка видно что здесь присутствует эстеры их чуть меньше чем мобили в модели если я примерно оценивал 6 процентов то здесь я бы сказал где-то пять с половиной примерно процентов может пять но не менее пяти процентов я считаю эстеров производитель заявляет как два два типа эстеров так вязкость в норме значит щелочное по методу для свежего 777 да все все похоже все адекватно здесь правильный пост для свежего для c3 такого до объективные данные так кислотная 2 и 3 тоже учитывая что здесь два эстера очень похожи ну хотя с другой стороны я думаю что могло быть чуть-чуть пониже придираться не стоит так вязкость ccs при минус 30 почти 5 900 при пределе 6 600 то есть в норме все в порядке тридцатка так здесь есть дополнительные еще результаты по температура застывания минус 52 да похоже что здесь пау присутствует зольность 078 тоже в нормативах для этого масла предел это 08 а здесь 078 притиручку вот все в порядке так а и форсунка bosch после 90 циклов шерстабилити тест 448 отличный результат кстати для масел 504 507 это этот тест важен я думаю что этот тест уже входит в требования специальные фольксвагена для 504 507 дополнительные требования потому что 504 507 это как вы знаем как многие знают это long life с интервалами до 30000 рекомендуем фольксвагеном а вот на больших интервалах этот этот уже фактор может сыграть негативную роль допустим плохая стойкость загустителя здесь с этим все отлично так можно переходить к следующему тест анализу это у нас значит екатеринбургский урц или так как я уже говорил каждый дизельный это с объем картера 475 с общим пробегом 322 тысячи километров серьезный пробег и пробег на масле 10200 километров значит по железу 16 здесь миллиграмм и килограмм но у меня есть лимиты для дизельного мотора после 10000 или 250 моточасов как раз сюда попадает должно быть до 75 здесь 16 то есть отлично получается что 20 процентов только от от верхнего уровня скажем так так есть хром это колечки есть свинец медь и олова это вкладыши причем меди пятерка свинца 2 олова один тут похоже уже значит свинец и олова обычно это мягкий покрывной слой а здесь уже машина по ходу докопалась до свинца вот то есть есть небольшой износ да вот так далее все нормально также здесь у урц получилась такая же разница по фосфору и цинка в пользу цинка отлично так кремния 12 в свежем было 7 то есть здесь нормально принципе подросло на 5 ну пыль немножко попадает ничего страшного так и что меня очень удивило это сажа одна десятая процента сажа для пробега 10 тысяч больше десяти тысяч километров просто я удивлен дизельный мотор одна десятая сажа я честно говоря не помню такой сажи вообще супер то ли это высокая скорость то ли это настолько идеальная работа топливной аппаратуры что просто нет слов вот я очень удивлен я такого честно говоря не видел такой низкий сажи у дизеля так окисление да мы постепенно нарастает гликоли нет содержание воды воды тоже нет и выпарена да видно высокая средняя скорость так есть содержание дизеля солярки на 70-х да видимо все-таки форсуточки но может быть какие-то уплотнители протекают там я не знаю попадают топлива скорее всего в камеру сгорания так просадка по вязкости у меня получилось 3,76 отлично это даже с учетом того что топливо попало и такая невысокая просадка то есть здесь даже если бы вычесть это топливо рассчитать то загуститель вообще никак не отреагировал похоже на этот на это пробег хотя подчеркнул именно для для этих автомобилей это актуально потому что этот автомобиль с насос форсункой кто знает конструкцию на форсунку давит дополнительно распредвал там пятно контакта небольшой и поэтому здесь вот я считаю что в этом пятно контакта наибольшее разрушение полимерного загустителя происходит ну мне так кажется а здесь вообще ну как бы супер с этим вот так значит кислотное число не давайте так щелочное число 489 отлично еще большой запас а вот кислотное вызывает вопросы 174 в отработке после 10200 километров по данным ница свежим было 2 и 3 понимаете да вот работе ниже кислотные чем свежим ну такого не может быть вот я думаю что здесь урц немножко напутали кстати в одном из последних видео я проверял тоже поднул урц по по моему по мобилу и там по моему то же самое число было 194 вот явно не соответствует действительности но его очень сложно проверять там очень большие заморочки и большая погрешность поэтому ничего удивительного нет в прогнозе я не буду его учить придется делать прогноз по данным щелочного так и температура вспышки в открытом тибле 230 с учетом топлива в свежем было 226 но тут скорее уже ошибка миниться небольшая но небольшая потому что топливо снижает температуру вспышки а здесь наоборот она повышена оказалась вот значит такие результаты и сейчас давайте покажу вам прогнозик смотрите прогноз сделаю прогноз в описании к видео есть ссылка на статью машинные смазки журналы это наверно один из самых авторитетных мировых журналов по смазочным материалам американский там статья лаборатории polaris очень известная лаборатория она кстати открывала была в москве потом после каких-то после что-то у них там произошло и я так понял что лаборатория стала племеном который в итоге закрылся вот это в индианаполисе в индианаполисе по моему находится в хьюстоне американская лаборатория вот значит она приводит там данные и такие интересные обязательно посмотрите статью очень интересная там значит они выяснили что до того как щелочной упадет на 50 процентов кислотная очень медленно растет а после того как на 50 процентов упало щелочной кислот начинает активно расти вот и они вот рекомендуют рекомендации по замене на 35 процентов остаток от объема свежего щелочного от значения свежего щелочного кстати на первой версии прибора до того как мне удалось получить кислотное на первой прошивке я именно таким вот результатом приходил мне вот казалось что максимальный ресурс масла если полностью выжимать скажем так по щелочному то 33-35 процентов у меня получалось потому что я рассчитал там по 40 процентов там разные есть методики из 50 из 40 всякое здесь я рассчитал по 35-35 процентов посмотреть какие получились результаты на мой взгляд конечно удивительные посмотрите 590 часов это блин это практически практически 24000 значит километров как раз лежит в диапазоне между значит для этого масла для допуска между нормальной эксплуатации 15000 километров или год и 30000 километров или два года ну посмотрите как вот масло в этом автомобиле отработало просто поразительно по моточасам так вообще очень похоже на на мобил один отлично отработала на мой взгляд но видите нитрование какое но мне кажется все таки с ним с нитрованием какое-то занижение есть улав я знаю точно что в спектрометрах если они универсальные то он как-то универсальным уровнем показывает а для специализированных таких там алгоритмы разные для дизеля и для бензина вот я с этим точно столкнулся возможно здесь вот вот и роль сыграла вот именно момент ну и повязка всегда сами понимаете здесь этих вообще вопросов нет вот вот такой прогноз я считаю что шикарно честно говоря масло понятно неоднозначное я думаю что и под этим видео в комментариях будет просто были на огонь тут просто огнище вот и была еще одна лаба первая в нее вообще уезжали три пробы значит свежие с пробегом 2100 километров и с пробегом 6169 километров вот пожалуйста значит те результаты я просто выпилил из бланка значение щелочного обратите внимание на гост это вот для свежего для свежего нормально разница между митцем и этой лабой в этой лампе 79 а в митце 777 то есть 13 сотых разница ну вообще несущественная то есть супер отличное попадание но в дальнейшем смотрите на двух тысячах и 7 с половиной единиц на шести тысячах но почти 200 это чума если учитывать вот эти данные с неправильным гостом для свежего давайте посмотрим вот у меня получился такой прогноз ну понятно там окисление ну нитрование я уже не учитывал что не подгадывает и потеря вязкости тоже не учитывал не имеет никакого смысла но вот и посмотрите семьдесят девять тысяч километров это то как оценивает масла это лаба и митц вот по госту для свежего значит и 24 даже даже с учетом высокой средней скорости средь сорок оцените как как происходит при при нормальном прогнозе то есть с нормальным гостом масло попадает в рекомендованные интервалы производителя масло с корявым блин гостом для свежего улетает в космос 80 тысяч вот ну скажите объективно чему поверите 80 тысяч ресурс маслом и 1700 моточасов ну блин ну привет ну вот и вот эти два профессора смирнов и аргент в свою губа просто ну как 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 сыпать термонами и писать какие-то пространные тексты мне кажется это блин ни о чем причем у меня есть несколько лаб именно рекомендации именно вот расписаны каким гостом что мерить блин ну здесь мне кажется комментарий из лично да я это запомнил вот этот батл по госту я подловлю мисс однозначно подловлю покажу я знаю уже по какой схеме я отработаю и покажу вам тот косяк ту жесть которую может мисс натворить вот этим гостом корявым вот неправильно и мере отработку гостом до свежего я уже пример приводил как вот берем шоколад это как свежее масло шоколад да поняли мы его съели также маслом и залили она поработала окислилась мы съели на выходе у нас в машине отработка а у нас просите заражение дерьмо и мы пытаемся теми же критериями что мы оцениваем свежий шоколад оценить дерево вот и аналогия надеюсь понятно вот такое получилось видео благодарю всех кто посмотрел всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока